Роман Шаванович теперь живет в Литве. Один. Его женка и пятеро детей застались в Менску. Мужчина был вымушен утекать в Вильню, чтобы не заработиться чарговым белорусским политзневоленным. Роман выросил перетворить кодов своего автомобиля в великий бел-червоный белый стяг. Тогда он и уявить не мог, что такая инициатива поделит житеж мадзетного батьки на «да» и «посля». Сигналить, созывать людей, чтобы люди выходили, тоже подключались к протестующим. Но потом, когда мы рассчитывали уже вернуться, поставить машину в гараж, с дочкой пойти на Стеллу, потому что время было уже 14 почти часов, пора было идти. Нас остановили напротив велозавода машина ГАИ. – Давайте, выходите с машиной. – Нет, с машиной я не буду выходить, вы пошутили. Зачем? Еще открыто, там пришли закрыты. – Давайте, выходите. Несмотря на то, что перед этим я им отдал все документы, я им сказал, составляйте любые протоколы. Я даже не отказываюсь, я подпишу, если что нарушу, составляйте, я подпишу. Нет, они требовали покинуть машину, выйти, угрожали мне, угрожали дочке. Я понимал, что если выйти, то можно и домой не вернуться. Закончилась эта перепалка с ними следующая. К нам подошла огромная колонна протестующих. Мы их поддерживали возле стадиона тракторного завода, а задержали меня возле велозавода. И пока милиция над нами издевалась, колонна догнала нашу машину. И люди сказали, что мы вас не бросим, мы сейчас создадим живой коридор. Вы с дочкой выйдете, колонна захлопнете, и вы уйдете с нами на Стеллу. Машину придется твою кинуть здесь. Я говорю, хорошо, так мы и сделаем. Олег этой истории отрымал о братях. Мы худко до ей вернемся, а пока дознаемся, как Роман живет запер. Замест Менской кватеры гостел в Вильне. Готовлю я каждый день. До этого, конечно, когда дома, у нас чаще занималась этим жена. Семья большая, и она воскрывала на всех, кто готовит, в том числе и на меня. Ну, а моя задача, конечно, было зарабатывать деньги, потому что, опять же, денег нужно было много. У Минску Роман был индивидуальным предпринимательником, займался грузоперевозками. Теперь он беспрацовный. У Вильню трапил прозгуманитарный калидор. Пять человек иждивенцев на мне. Я надеюсь, тут просто как-то устроиться на работу, может, мне поможет какая-то наша диаспора, или еще кто-то, чтобы поддерживать свою семью и плюс и самому как-то жить. А если бы был я в нашей тюрьме, в тюрьме у Лукашенко, там даже сам себя не обеспечишь. Там еще надо, чтобы тебе кто-то что-то помогал. Вертаемся снова в Жнивень. После того, как Роман покинул свой белый-червоный-белый грузовик калядаишников, уже в вечере он стал шукать, куда поделся его на автомобиль. Проздень небо, яковые белорусы зауважили его на одной из приватных стоянок и поведомили Роману. Попросили юристы, чтобы раз меня никто не ищет и машину не отдает, и никак не признается, где она, я сам подъехал, снял машину на видео, постарался у охранника снять документ, наставание которого она стоит. Значит, я все это быстренько сделал, у охранника отснял документ, ну, знал, что сейчас что-то случится, быстренько это все отправил знакомым, ну, через смартфон, через мессенджеры отправил. И буквально отойдя от стоянки 100 метров, на меня было совершено нападение двумя людьми, в обычных противовирусных масках, в гражданской одежде. Они начали меня просто тупо избивать. Когда сильно меня ударили, я потерял сознание. В сознание я пришел уже, находясь в машине, лежа на полу. И машина уже начала движение. Ноги мои еще торчали из машины. Это меня спасло. Они думали, что я уже без сознания, я пришел быстро в себя, вырвался и начал убегать. Они погнали за мной. Я понимал, что сейчас догонят. Ну, спереди были люди, там, четыре мужчины. Один из них, по-моему, снимал за решеткой, стояли за забором и снимал это на видео. Когда эти люди, похищавшие меня, увидели, что кто-то что-то снимает и видит, они просто остановились, прекратили за мной бежать, пригнули в свою машину и уехали. Мужчина некоторый час хавался у знакомых, а потом до его ноженки завитали нечеканные гости. Задержали мою жену, приехали три подполковника, целых три уже. Повезли домой, начали искать меня там. Ну, у меня там не оказалось, они уехали. Оставили жене телефон, сказали, что пускай звонит, как найдете, пускай приходит, будем разбираться. Мне тоже помогли волонтеры, правозащитники найти адвоката, потому что денег у меня на то время не было. Адвокат связалась с этими подполковниками, договорились, что мы приедем. Это уже было 28 августа. Два часа меня один допрашивал. Потом мы уже думали, что нас отпускают. Нет, нас завели в другой кабинет. Там еще два подполковника допрашивали два часа. Позднее Романа завезли на стоянку, как поглядеть на ягонный автомобиль. Атуль урус. Уговаривали капитана или майора из ГАИ написать неповиновение. Полтора часа он отказывался. В результате он плюнул и уехал. И после того, как эта девочка написала участковое, что я там оказывал сопротивление и так далее. Романа арештовали на 800-м. А когда мужчина вернулся домой, то доведался, что на его завели криминальную справу по водле 364-го артыкулу. Гвалт об погрозе уживания гвалту до членения супрацовника органов внутренних справов. Роман каже, что ничего подобного не здесь снял. Али долей заставаться в Беларуси уже было небеспечно. Шью, конечно, я не очень. На этот флаг у меня ушло практически целый день. То есть два раза по полдня я его шил. Я его привез с Беларуси. Он тоже здесь со мной всегда. Это мой родной флаг, мой символ, который меня поддерживает в трудную минуту. Он всегда со мной. Роман спадеется, что тяжкие моменты у его нам житие худко скончатся. И он зможа обнять свою великую семью, по якой, ведома, моцна сумуе.